Всем здрасте! Сейчас будет хавчик на камеру, потому что Менёк сказал, что надо поесть. Вчера в стриме попросили тоже поесть, а я вот чё-то как-то всё никак не поем. Впервые в жизни заказывала дому, да дому, пардон, я даже не буду там варить, варить, вырисать. Впервые в жизни заказывала и иду на дом. В общем, есть у нас такое кафе, я там отмечала свой день рождения с Машкой, потом как-то ещё мы туда вроде заходили с ней или как-то так. Ну, короче, заказывала я как-то там, ждала 20 минут, и мне сделали эти роллы. А когда-то мы с ней давно ещё заказывали пиццу на дом, когда она ещё просто в другом месте находилась. Короче, сейчас я гляну, сколько оно примерно по времени заказа. Ну, где-то чуть больше часа я ждала заказа. Ну, зато коробочка, в общем, тёпленькая. Во! Тут, короче, написано, ассорти. А, это адрес мой, телефон. И сколько я должна заплатить. Короче, на 698 на 700 рублей. Это у меня вышло, потому что я дала 700 рублей. Так, потому что мой телефон. И мой адрес. В общем, коробочка. Тут какой-то соус. Вот такая вот пицца, она ещё тёплая. Это, значит... Да, тут соус, кисло-сладкий соус, оригинальный, хайц, хрен знает. Сейчас бы не чихнуть. Я взяла, заказала пиццу ассорти. Маленькую, вот маленькую. Она на 300-400 грамм они бежут. И вот тут в таком пакетике у меня сэш, который я уже как-то заказывала. Вот, короче, как раз тот самый, когда я 20-20 взяла. Вроде как дует, но окно у меня как-то закрыто. А на самом деле морщ Лёля сегодня купалась впервые за всё лето. Спасибо Герасиму. Он меня шлёт и даже обратно заставил. В общем, тут у нас соевый соус в баночке. Контейнер с ламе и палочки. Надо их, наверное, на телефон заснять, чтобы потом им отзыв отписать. Так, сейчас мы это заснимем на телефон. У меня чай не греется, потому что, ну как-то, это же надо как-то закусывать. В смысле, запивать. Так, камера, спокусируемся. И ещё раз. Ну и хватит. Какой-нибудь кадр подменяемый будет. Сейчас мы попробуем пиццу. Короче, когда мы с подругой заказывали пиццу, с Машей, когда у неё дома болел. Ну, уже года 2 или 3 назад. Он только-только у нас открылся, этот самый пицца-суши. И там поваром, ну, может, там ещё, короче, скорее всего, там 2 повара. На смену, наверное. Работает, как сказать, дочка подруги моей бабушки. И она попутно соседка моей подруги тоже. В общем, как-то так. Она не горячая, но не холодная. Она, ну, как бы тёплая, но такая конкретно тёплая. Скажем так, в самый раз. Надо толпеть в куры. Скажем так, я в горном одиночестве с камерой, раз вот попросили поесть на камеру, решила отмечить своё новоселье. Раз, одни друзья до меня всё лето никак не дойдут, а другие друзья тоже по какой-то причине, тоже никак не дойдут. А я как раз хотела тогда, что если или те, или другие придут, и я закажу или пиццу, или роллы, или всё вместе. Огучи, царь, эндин, маслинка, колбаски, по-моему, тут или начинаю, или что-то новое. Короче, я только помню, там два вида колбаски было. Сейчас тянет её, скоро заскрипит, или просто, наверное, его выключить для того, как он будет перещать. У меня, кстати, спросили, на сколько человек от класть эти палочки, я сказала, что на одного. Юля приобщилась немножко к цивилизации, в плане заказа не знала. Раньше я бы съездила в Ярик и зашла бы в академию, или в Монете, или ещё куда-нибудь. Заказала бы и поела бы. Вот я тут уже с чаем. С чаем молоко рейти. С чаем молоко рейти. С чаем молоко рейти. Ем-ем и молчу, да. И чай, чё-то у меня горячий. Но только не помню, там были в составе грибы или не было. Вроде не было. Ну или у меня пока не попадались. М-м-м, наверное, надо было в соус макать. Я сейчас только на него что-то глянула, я уже забыл уже про этот соус. Он тут стоит. Ну, кстати, у меня тёпленькая бабочка. Стояла рядом с пиццей горяченькой. Согрелся. Интересно, а как это? Прямо макать, что ли? Никогда не ела пиццу с соусом. Ну, в смысле, чтобы соус еще отдельно был. Насколько мне весла манеки, если на определенную сумму набираешь, что тебе бесплатно это их чипсы с соусом. Как их подарок. Она в последний раз, когда была в зерике, и манеки кушала, вот так вот была. Ну, а Лера же не может на маленькую сумму набрать. Единственное, кушать хочет. Не постоянно кушать хочет, но вот так. Часть всего получается, что много. Ну, и зависит, конечно, от церкви. Продуктов. У меня туда оливка свалилась. Я пытаюсь её подцепить. Да, если темно, ну, типа, надо было поставить камеру лицом к этому какну, но у меня сейчас... Тут, после того, как я вчера убралась, у меня слезка перестановка. На самом деле, просто стол поставила, как в прежней квартире был, так вот. Только никуда на окну. Он был параллельно. Но можно встать и включить свет. Ну, сверху ещё дать палит, я не помню, яичком, что ли, типа, как облет. Получается практически закрытие пирожок. Я таки достала эту оливку. Я уже скомячила три кусочка. Захомячила. Почти полуцетёрка. Тише. Интересно, слышно в камеру, что кот дарил? У него вчера такие сиренады были, когда я говорила себе. Но ему тоже досталось. Мяу, иди сюда! Но всё же немножко минус этих контейнеров, когда я брала стакеша, там они как-то более крепко закрываются. Тут вот, смотрите, немножко этот красный штук провалился. Я забыла сказать, что я не ем ни зелёный, ни красный. Может, там можно говорить, и тебе его не будут ложить. Совершенно забыла, что там этот зелёный и красный штук бывает. Что-то у меня упало там на пол. Салфеточка что-ли какая? Ну ладно, потом подниму. Как бы, по идее, я бы сейчас наелась одной пиццей, даже не доела бы её. Но уж раз я тут как-то собралась, и то, и другое. Пиццу-то можно и потом поесть. В общем, на самом деле, оказывается, я не настолько есть хотела, как мне казалось. Интересно, у них соус сладкий будет. А тут в последнее время что-то вот в таких кафешках получается сладкий соус. Тише, ты это же всё равно не ешь. Тут палочки для епошек. Бывают такие палочки сдвоенные для людей. Сейчас попробую. Мне такие палочки разделило, когда у пенька было в гостях. Пенёк. Ну, те, которые разделяются. Тише, чё ты воешь? Я тут же... О, я достала. Не поняла, какой по вкусу соус. А тут у нас рыбка, типа лосось. Сыр сливочный, огурец, рис и нори. И сбоку чутка зелёной хрени, которая лежит так, что, в общем, чутка её есть. Не знаю, дочек-то обойдёт. Когда я сегодня лежала в колёге, в реке, в смысле, типа плавала. Пару раз немножко покапала. А потом Герасим, когда я ему написала, что она тёплая, предложил меня обратно довезти. Ну, типа, чтобы я не забыла. Это, наверное, называется друзья, потому что я никогда не раду, ну, ни раду людей не просила, вот так меня куда-то подводить, а тут у меня наглость какая-то просыпается. Сама на себя удивляюсь. Или это нормально для людей, когда ты кого-то просишь о помощи, и человек, допустим, может тебе помочь, и он как бы соглашается. Ну, просто, да, одно дело, ты там кому-то винду поставил или там объяснил, как скачать фотографии, да, а другое дело, когда вот ты просишь кого-то на машине, подвести себя. Не знаю. В общем, как-то для меня это очень ново. По-моему, он всё-таки вот в этот раз мне попался солёный соус. Так, как надо. Я читала, я знаю, что надо эту палочку держать статично. Ну, короче, зафиксировать, а другая должна ездить. Ну, вот у меня через раз получается. О, ух ты, у меня получается её шевелить. Может, получится её взять? Она тут сейчас пропитается. Ой, блин, она упала. Придётся ложкой её, наверное, доставать. Ну, я тут месиво... Месиво. Прям мисо-суп, ё-моё, в холодном мире. О, губчик, иди сюда. Интересно, вот сыр у них току или сливочный реально. Нужно же сливочный, как сливочный, или сыр, который типа току, который типа соевый. А это у нас тут икра Тобика, насколько я помню. Икра летучей рыбки, покрашенная в красный цвет. Я не помню вообще, какая она на самом деле, это икра. Тут у нас рыбка, висик, огурчик, и это самое море. Сливочный цвет. А тут салфеточки, оказывается, лежат. Как птицей. Две штучки. Иди, они молодцы. Вкусно, кстати. Я когда герячим на митинг возил, первый раз в жизни было на митинге, ну, мне надо было в атаку, я думала, что просто пойду прогуляюсь в атаку после митинга и пойду домой. Потому что он-то рядом живёт, что его нагружать? А он, оказывается, меня довёл до атакы и ещё подождал. Ну и, короче, это, я в атаке там иногда покупаю роллы, но там они какие-то древние были. И вот у меня это, спрашивал, типа, не заказываю ли я. Я что-то подумала, сейчас вот так вот, почему бы не заказать. А тут у нас вот сыпано кунжутом. В общем, этот сыр сливочный, огурчик, лососили, кто-то в этом, они рыбка красная, как говорили, и нори. Надо чая, побольше заварки закинуть, а то что-то у меня прям какая-то помойка уже осталась. Мне показалось, что там, возможно, не было видно, как это вот всё выглядит. Ну и, в принципе, я оставлюсь, наверное, на том месте, что видно меня, что я ем. А просто показать, вот как оно сейчас есть. Вот это вот. Эти вот роллы. Это вот, это пицца. Ну что ж, продолжим поедание. Здесь, как раз тут покрепче чай, или вообще лакон, это по-странной чай. Если чуть покрепче заваришь, он очень вкусный, ароматный получается. А если, как-то, ну, чуть поменьше, или как классический чай, он как-то, ну, не такой, в общем. Так. Интересно. Если ткнуть немножко в соус, точнее, вот в этот вот. который для пиццы. Такое легкое вращение. Ой-ой-ой, оно упало. Ну да, не умеете палками лезть, не пытайтесь даже. Кстати, забавный такой. Он более кисло-сладкий, такой сам по себе соус. Извращение. Может быть и не видно было. Я сейчас чуть-чуть пересмотрела, как там выглядит это все. пиццу-то видно, а ролл это не очень. Может было не видно, как у меня этот суп там получился. Ой, только бы сейчас не отвалилось это все. «М-м-м-м-м-м-м» Короче, вкусные роллы. Режные, мягкие. Видно, что сделали перед тем, как привезти. Они хрен знает, когда. Я еще в пятерку сегодня на Левом берегу зашла. Там такая обсянка была из пяти злаков, не срали. Едет по 44 рубля эти чипсы нори. Покажу кассе, и тут понимаю, что, наверное, я забыла кошелек дома. Рыла-рыла, поняла, что забыла. Значит, пошла вроде возвращать товар. Не вспомнила, где эти суши-роллы, как их там. Нори брала, спросила продавщицу, объяснила ситуацию. Она такая-то... Видимо, мой вопрос показался ей какой-то сверх дебильным или что-то в этом роде. Она, конечно, вежлива, но так охренелся, мне сказала, что типа поставьте, говорит, на какой здесь холодильник, когда-нибудь, типа, что вы загоняетесь? Что куда возвращать? Действительно, оказалось, что кошелек так и не видела. Он мне на одном определенном месте как лежал, так и лежал. Герасим пофигевал, я ему сказала, я ему пофигевал. Я говорю, что никакой мелочи в сумке нету. Я говорю, не, у меня все стабильно, так и с собой. Правда, иногда мелочь куда-то ложу в какой-нибудь кармашек, потом через какое-то время вдруг обнаружил и удивляюсь. Я говорю, не, у меня 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 не, там немножко другая рыбка, потому что по вкусу другая даже. У меня тут еще и на ужин останется. Забыл откнуть куда-нибудь. Забыл. 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 Ребензар. Забыл. 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 Сейчас, наверное, еще кусочек пиццы с хомячу. И останется это уже на ужин. У меня там еще где-то есть хикамановский соус соевый. Так что, может, этот суп мисой вырить и оставить, в принципе, что там. Четвертый кусок пиццы. Так что, может, этот суп мисой вырить. Так что, может, этот суп мисой вырить. Так что, может, этот суп мисой вырить. что-то тут какая-то двойная что ли это бумажка не знаю как надо хранить в коробочке или без нее можно не понял я как ее закрывать но ладно хотела не вставая а не вставая это не как чайник-то тяжеленный тут три с половиной литра блин ну вот кусок пиццы в зубу застрял прям кусище типа чай с чем-то сладким попить вообще своего рода реклама этому пицца суши улическим будете в уличе захотели пожрать покушать нашли пицца суши пошли к кому-то вышли в интернет нашли в контакте телефонах позвонили назвали адрес и вам привезли что-то щелкнуло это вот так вот от пуза наелся хотя вроде как вот чисто даже для меня вроде как-то я даже мало поела может тот факт что я вчера вот как-то один товарищ у меня тут этот каким-то медицинским голоданием или еще чем-то таким занимал занимается не знаю до сих пор или уже закончил тип нить я как поняла там почитала там ничего не едят только пьют и шевелят конечностями а я вот тупо могла не поесть его позавчера не к вечеру что там поела вечером а вчера начала убираться и так вот что-то так начала начала сначала пару раз в общем мелко откусила яблоко у меня там увидево помирает уже было такое уже надкушенное но яблоко маленькая была я куснула так не поняла еще раз куснул это и дальше уже поела только часа в четыре наверно это что-то все не хотелось не хотелось что-то ну думаю нахуй это холодильник что ли открыть открыла в холодильник как поняла что есть хочу так кстати морозильники что-то у меня там такой же ледниковый период на завтра будут размораживать потому что еще кабачок тетя посоветовала заморозить на зиму порезать кубиками но как вот продают обычно на развес это сделать с собой но заодно и это морозилки навести порядок чтобы все нормально так убрать чтобы она не мешала друг другу и место было вот открыла вчера там такие сосульки на меня смотрят видимо может отключались свет на какое-то время пока меня в деревне оказывается камера отрубилась ну вообще мне нам флешка практически под завес забита надо то что он в деревне снимала надо как-то ее почистить будет а то снимать не на что уже время есть а ну как бы там несколько минут осталось а батарея вроде нормальная отрубилась короче я там говорила там про холодильник я думаю что летом просто точнее сейчас же лет это когда деревне ведем на свет отрубали потому что ну как-то открытие открыла там такие засульки я закрыла уже с очень сильным трудом ну и в общем как бы вот я тут допиваю чай очень сильно наевшись удивительно то маша бы сказала лёля я в тебя верю потому что но это маленькая пицца обычно мы с ним как и допустим ли я с кем-нибудь другим как побываю заказываю обычно такую большую пиццу побольше чем это пицца на полкило или на 600 грамм или я так 2 3 пиццы съедает а человек только одну треть в лучшем случае ну и в худшем случае одну треть напополам съедаем и еще там беру салатик или еще что-то и вот мне за глаза и уши ну смысле как бы хватает или я могу даже иногда я целую пиццу скомячить еще чем-то заесть и маша мне иногда чуть не лезет и я думаю это я не съем маша мне говорит лёля я в тебя верю ну и лёля естественно съедает чай вообще без никто пьется потому что ну ничего не лезет хотя вот сейчас вот пока ну когда хотела нажать и на стоп поняла что там не пишется уже и в общем пока я там смотрела до какого момента у меня записался мой разговор поняла что вроде как уже есть куда немножко попить чая утрамбовалась частично но я надеюсь ваш этот голод визуальный по еде лёли еде лёли на камеру я удовлетворила если у меня было настроение запишу сама если вдруг опять снова ничего долго нет вы не стесняетесь пишите мне в камеру на табличку типа лёля а не записать бы тебе свой хапчик на хаверу и сама поешь и люди посмотрят двух зайцев уделаешь в общем всем спасибо всем пока